Сироту выгоняют на улицу из-за ошибок чиновников. Сегодня в редакцию РЕН-ТВ обратилась Оксана Журавлёва. Восемь лет назад девушке выдали квартиру, а совсем недавно она получила решение суда с требованием освободить помещение. Оказывается, у этой квартиры есть законный наследник. Почему сейчас в сироте с двумя маленькими детьми чиновники отказываются помочь, выясняла Анна Чиженкова. Глядя на эту девушку, сложно представить, сколько всего ей удалось пережить за 25 лет своей жизни. С начала конфликта в семье, в 14 лет она потеряла единственных родственников, родную бабушку и маму. Тогда же её вместе с младшим братом и сестрёнкой отправили в детский дом. В 16 лет показалось, жизнь начала налаживаться. Радостью было неимоверно. Из детского дома и сразу своё жильё. Ещё и брат, и сестра прописаны. Всё, будущее есть. И потом вот так вот нам всё обломили. Пришло извещение из суда срочно освободить жилое помещение. Оказывается, есть законный наследник. Тогда почему ей выдали эту квартиру и куда теперь идти? Об этом сирота неоднократно спрашивала и главу Первомайского постсовета, и специалистов по делам несовершеннолетних. Но каждый раз слышала. У администрации для таких, как она, денег нет. И жилья тоже. У меня была квартира, у меня её отобрали. Я не виновата, что мне незаконно её выдали. И, пожалуйста, вот одни отписки. Ждите, ждите очереди. Вы стоите. Сегодня мы побывали в поселковом совете. Глава Вадим Самсонов признал, ситуация, цитата, однозначно сложная. Решить вопрос на местном уровне нельзя. Разве только через суд. Всё-таки издержки. Они идут через судебное разбирательство. Согласно. То есть, если человек, допустим, считает, что его права ущемлены, он однозначно должен обратиться в суд. Если у меня, соответственно, будет решение суда, соответственно, или дать компенсацию, или, соответственно, каким-то образом ей помочь. Однозначно так и будет. Решиться ли проблемы через суд, пока тоже большой вопрос. Даже если он вынесет постановление выдать Оксане Журавлёвой квартиру, вряд ли она сразу её получит. Ведь у муниципалитета жилья просто нет. Накануне приставы сообщили, что оттягивать исполнение решения суда уже невозможно. Как только на улице потеплеет, Оксана вместе с двумя малышами должна освободить эту квартиру. Оказывается, её уже дважды продали, и новый хозяин больше ждать не намерен. Последнее решение суда пришло на младшего ребёнка, который был здесь последний прописан. Мы держались, как за соломинку здесь жили. Его выписали без предоставления жилья. То есть, сейчас приедут приставы, вынесут мои вещи, детей, и мы будем просто жить на улице. Анна Чушенкова, Пётр Рукин, Ориент-ТВ. В официальных отчётах чиновники также сообщают, согласно новым поправкам в жилищный кодекс, теперь сироты должны получать жильё на общих основаниях. То есть, в порядке очереди и в неопределённый срок. Но, как выясняется, это не совсем законно. На момент выделения жилого помещения в 2005 году существовало правило, по которому администрация должна была предоставить жилое помещение в неочередном порядке детям-сиротам, которые закончили учебное учреждение. Таким образом, администрации муниципального образования должно было быть представлено жилое помещение свободно от прав третьих лиц. В данном случае это условие было нарушено, поэтому должно быть предоставлено иное жилое помещение на тех же условиях, заключенных на договоре социального найма. Причём, как посоветовал Денис Хузя-Ахметов, чтобы получить квартиру сироте, не нужно составлять новое заявление, достаточно переписать старое. После чего администрация должна в короткий срок предоставить необходимое жильё. Насколько это возможно и почему чиновники совершили такую ошибку, прокомментировать ситуацию администрации Оренбургского района пообещала уже завтра.